Бисмиллахи рахману рахим, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расули ллах, у аля алихи и ассахбихи и ажмаин, амма ба'д. На этих уроках мы с вами начали разговор на такую тему, как нам защититься от всяких бед, от всяких, в том числе от коронавируса, от всяких бед, эпидемии, вируса и коронавирус тоже мы сюда сказали. Чтобы Аллах, субханаху атааля, защищал нас. Правильно? Но мы сказали, защита наша должна быть правильная. Что значит правильная? Соответствует сунне пророка, саляму алейхи и ассаляму. Некоторые люди, как мы говорили, собираются где-то и говорят, давайте мы все вместе прочитаем намаз, чтобы Аллах защитил нас от коронавируса, собравшись вместе. Или когда им сказали, что нельзя собираться вместе, они говорят, давайте в один день мы будем держать дополнительный пост, дополнительный урозу и так далее. Все это новшество. Наши ученые говорят, такого нету в религии. А все новое в религии называется как? Бидаа. Называется бидаа. Об этом мы с вами говорили на других уроках также. Так вот. Поэтому мы сказали, что вот эта наша защита должна быть по сунне. Так как пророк, саляму алейхи и ассалям, научил нас защищаться от всего плохого. И мы называли некоторые причины. Из них чтение трех последних сур из Кур'ана утром и вечером по три раза. Произношение определенных слов утром и вечером по три раза. Чтение, допустим, двух последних аятов из суры Аль-Бакара. Один раз после салату Аль-Магреб. И другие-другие причины. Допустим, утром и вечером один раз просить дуа Аллахума имя салюк Аль-Афия. О Аллах, я прошу у тебя Афия. То есть исцеление от всего плохого. Спасение от всего нехорошего. Если человек будет далек от всего плохого, от всего нехорошего, это как называется Аль-Афия? То, что он живет в Афия. Все хорошо. Так ведь? Вы же сами говорили, как учитель у вас говорит? Бель-Афия. Бель-Афия говорит так же. Поэтому мы сегодня переходим к следующей причине. Так же очень важной. И она у нас по счету какая? Кто помнит? Шестая. Шестая причина. Говорится у нас. Шестая причина. Дуа уль-Хуруч миналь-Манзиль. Что это значит? Дуа, когда выходишь на улицу. Дуа, когда выходишь из дома. Дуа, когда выходишь на улицу. Хорошо. Есть ли на этот далиль? Давайте посмотрим. Вад-далилю хадису Анас ибни Малик, рады Аллаху анху. Далилем на это служит хадис, который передается от Анас ибни Малик, когда будет доволен им Аллах. Анан-Набия, саллаллаху алейхи вассаляма, каль. О том, что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, саллаллаху алейхи вассалям, добыл совет его Аллах и приветствует. Он сказал, И за харджа роджулю мин байтихи фа каль, бисмиллях, таваккальту аля Аллах, ла хавла вала кувата илля биллях, юкалю лахухина идин. Сказал тот, кто скажет, когда выйдет из дома, слова, бисмиллях, таваккальту аля Аллах, ла хавла вала кувата илля биллях, вот эти три фразы, то тогда и пообещал кое-что. Что пообещал? Давайте сначала посмотрим, что значат эти фразы. Первое, когда выходим из дома, нужно что сказать? Бисмиллях. Что говоришь, когда выходишь? Перед тем, как сказать таваккальту аля Аллах, что? Бисмиллях. Значит, прошу помощи посредством всех имен Аллаха. В этом просьба о помощи. Бисмиллях. С именем Аллаха имеется ввиду, выхожу из дома с именем Аллаха. То есть, прошу у него помощи. Затем? Таваккальту аля Аллах. То есть, уповаю на Всевышнего Аллаха. Опираюсь на Всевышнего Аллаха. Полагаюсь на Всевышнего Аллаха. Вот что это значит. Когда выхожу из дома, если у меня есть какие-то цели, которые я хочу выполнить, я в выполнении этих целей уповаю на Аллаха. Я думаю, что Аллах защитит и поможет мне. Я уповаю на Него. Опираюсь на Него. На Всевышнего Аллаха делают таваккуль. Как Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, сказал. И пусть на Аллаха, Субханаху Аталя, уповают истинно уповающие. И затем уже говорим, ля хауля, илля, илля билля. Ля хауля ва ля кувата, илля билля. И нет ни силы, ни мощи, ни у кого кроме Аллаха, Субханаху Аталя. То есть никто не в силах. И никто не способен изменить какое-то положение вещей, кроме Аллаха. Если я что-то хочу сделать, только Аллах может оказать мне помощь, дать силу. И поэтому, когда мы выходим из дома, мы говорим. Вот что значат эти слова. Хорошо, но Пророк, Салли Аллаху Алейху Ассалям, что сказал? Когда человек вышел из дома и сказал эти слова, что тогда будет? Тогда ему будет сказано. Будешь ты ведом прямым путем. Будет тебе этого достаточно. И ты будешь защищен. Видите? Аллах будет защищать. Сам Всевышний Аллах. Когда ты говоришь, бисмилляхи, таваккальту аля Аллах. Ля хавля ва ля кота, илля билля. Сам Всевышний Аллах. Или же его ангелы говорят. Будешь ты ведом прямым путем. Хидая тебе. Будет тебе этого достаточно. Кифая тебе. И будешь ты защищен. Уикая тебе. От Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталя. Будешь защищен от всего. От бед. От эпидемий. От вирусов тоже, да? От каких? От коронавируса тоже. Если что? Когда из дома будем выходить? Если будем говорить бисмиллях. Таваккальту аля Аллах. Ля хавля. Валя кота. Илля билля. Ты знаешь эти слова? Говори. Илля таваккальту аля Аллах. Ля хавля. Валя кота. Илля таваккальту аля Аллаху Алиху Ассаляму сказал. Ватанаха анху шайтан. И убежит от него шайтан. От такого человека. Когда из дома выходил, кто эти слова произнес. Шайтан от него отдалится. Отойдет. Убежит от него. И если какой-то другой шайтан захочет подобраться. Тот шайтан, который убежал, скажет. Куда ты хочешь подобраться? К человеку, которого Аллах ведет прямым путем. Которому его достаточно. И которого он защищает. Как ты хочешь подобраться, чтобы сбить что-то плохое, сделать чем-то, заразить того, кто под защитой Аллаха. Тот, кому Аллаха достаточно. Тот, кто что? Ведом прямым путем от Всевышнего Аллаха. Не получится. Даже не мечтай, чтобы так было. И этот хадис достоверный. Раваху Абу Дауду Ат-Тирмидзи Ва Сахахах. Сказано. То есть приведет его Абу Дауд в свои сборники. Имам Ат-Тирмидзи. То есть это мы знаем. Выучили, поняли. То, что теперь еще одной защитой являются слова, которые произносил Мухаммад салаллаху алейху ассалям. И которым обучил нас, чтобы когда мы выходили из дома, их произносили. Следующая причина. Какая она у нас по счету уже идет? Седьмая. Седьмая причина. Это Ат-Таауд Билляхи Мин Джахдил Баля. Смотрите. До этого были дуа, которые нужно было произносить какое-то конкретное количество раз. Сколько-то раз. В каком-то конкретном месте. Где-то, допустим, когда выходим из дома. Какие-то, допустим, в конкретное время. После утреннего, вечернего намаза. Или после Магреб намаза. Следующая дуа, она общее. Она очень важная. Оно короткое, но если его выучить и произносить в разные времена. Иногда в одно время, иногда в другое. Просить Всевышнего Аллаха Субхану Ахвата Аля об этом. Очень большую пользу она принесет нам. И защитит от всего плохого. От всяких бед, болезней, недугов и так далее. Уаддалилю хадису Абиху Райра. Доводом служит хадис Абу Хурайры. Рады Аллаху Анху, да будет доволен им Аллах. Анин-Наби, салли Аллаху Алейхи Вассалям. Который передается от пророка, салли Аллаху Алейхи Вассалям. А это то, что он сказал. Ищите защиты у кого? У Аллаха. У Аллаха, конечно же. Ищите защиты у Аллаха. А от чего? И указал нам на некоторые вещи. От чего мы должны искать защиты у Всевышнего Аллаха Субхану Ахвата Аля. Он сказал. Во-первых, от трудностей и испытаний. И также от бедствий разных. От плохого предустановления. То есть от плохого кадра. И также от злорадства врагов. Сейчас мы объясним, что это значит. Пророк, салли Аллаху Алейхи Вассалям, сказал. Обращайтесь к Аллаху за защитой от трудностей и испытаний. От бедствий. И плохого предустановления. И злорадства врагов. То есть. Аллахумма инни ауузубика. Мы должны начинать и говорить. Аллахумма инни ауузубика. О Аллах, я прибегаю к Тебе. Мин джахдил баля. Вадаракис шака. Васуил када. Вашамататил а'бя. Этому нас научил пророк, салли Аллаху Алейхи Вассалям. Во-первых, прибегать от трудностей испытаний. От трудностей испытаний. Испытания разные бывают, так ведь? Бывают испытания болезней. Иногда Аллах Субханаху Аталя к какому-то человеку посылают какую-то болезнь. Вот вы видели, допустим, многие болеют. Те, кто коронавирусом. Они даже дышать не могут сами. Приходится специальную аппаратуру ставить, которая помогает их легким работать. Чтобы они уже могли спокойно дышать. Но сами по себе они не могут. Это испытания или не испытания? Конечно же испытания, так ведь? Могут быть другие болезни. У кого-то что-то чешется, у кого-то что-то болит. Кто-то не может дышать. Кто-то не может руку поднять. Кто-то попадает в какие-то очень сложные ситуации, положения и так далее. Все это что? Все это испытания. И эти испытания могут быть очень тяжелыми, что человек не может их преодолеть. И что же нам делать? Что же нам делать, кроме как не искать защиты у того, в чьих руках эти испытания? У Всевышнего Аллаха. А каким образом? Так как научил Пророк, салли Аллаху алейху асаляму, говорить, от трудностей и испытаний. Также Пророк, салли Аллаху алейху асаляму, сказал, от бедствий, от плохого предустановления, от злорадства врагов. То есть иногда люди, если видят, допустим, что мусульмане, что-то у них произошло, что-то случилось, они говорят, ха-ха, как хорошо, что у них это произошло. Видят, что кто-то заболел. Неверующие люди, допустим, которые не верят в Аллаха, не следуют сунне. Видят, что у мусульман что-то случилось. Ой, как хорошо, что у мусульман вот так произошло. Вот они доигрались. Вот они. И это называется злорадствовать. Злорадствуют. Когда ему нравится то, что происходит с мусульманами или с другими людьми. Поэтому иногда враги злорадствуют. И что нам делать? Искать защиты у кого? У Аллаха. У Аллаха, субханаху асалли. и произносить то, чему научил нас пророк, саллиллаху алейху ассалям. Говорит, Аллаху мэйня ауду бикя мин джахди лбаля ва дараки шақа ва су илкада ва шамататил а'да от злорадства врагов также. Эта дуа тоже нужно выучить. Выучить и иногда говорить, либо если ты боишься злорадства врагов, либо если ты боишься тяжелых испытаний. В любое время можно обращаться ко Всевышнему Аллаху с этим дуа также. И давайте последняя причина, которую мы сегодня возьмем это у нас по счету восьмая причина. Какая? Прибегать ко Всевышнему Аллаху, искать защиту у Всевышнего Аллаха от чего? От ухода благополучия. Чтобы афия ушла от нас. Мы же до этого просили у Всевышнего Аллаха и говорили О Аллах, мы просим у тебя афия. И Всевышний Аллах дарует своим рабам то, что они просят. Дарует им вот это благополучие. Однако, это благополучие вечно? Нет, если человек перестает просить Аллаха, начинает грешить, начинает что-то плохое делать, даже может быть, ширку, али азибиллях. Конечно же, эта афия от него может уйти, покинуть его это благополучие. И поэтому пророк, саллиллаху алейху ассалям, также просил у Всевышнего Аллаха, после того, как он наделил его аль афия благополучием, исцелением от всего плохого, чтобы она не ушла, чтобы она постоянно сопровождала человека, постоянно вместе с ним была. И пророк, саллиллаху алейху ассалям, поэтому обучил нас дуа, в котором есть просьба, чтобы Аллах сохранил для нас афия, не увел от нас его, чтобы эта афия не ушла от нас, не покинула нас. Какое дуа? Вад-далиль. Мы говорим всегда далиль, 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 далиль. Что ты, если про религию говоришь, давай, далиль. А если не про религию? Если просто обычные, мирские какие-то дела, то, что принято у нас в обычаях, надо далиль спрашивать? Нет, можно и не спрашивать. Делай, что хочешь. Как хочешь, зубы чисть. Хоть справа налево, хоть слева направо. Как хочешь, что? Ходи. Можешь спиной вперед ходить. Можешь лицом вперед. Но есть опаска упасть, да, если спиной будем ходить. Поэтому что? Если вопрос религии касается, то мы всегда говорим, давай свой далиль. Давай свой далиль. Вад-далилю хадису бнямар. Но я, конечно же, вам предоставлю далиль. Хадис ибн Умара, рада Аллаху анхума, да будет доволен Аллах им и его отцом, قال, Кана дуау Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям. Наш пророк саллаллаху алейхи вассалям просил, обращался к Аллаху с дуа и говорил, Этот хадис привел вам муслим. Что означают эти слова? Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, О, Аллах, воистину я прошу у тебя, или ищу защиты у тебя, или прибегаю к тебе. От исчезновения твоих даров. Иногда Аллаху субханаху алейхи вассалям дарует нам очень много милостей, очень много даров по отношению к нам. Иман, то, что мы верим в Аллах и следуем в Мухаммаду алейхи вассалям, это милость Аллаху или нет? Милость. Кто ее нам даровал? Сами мы где-то нашли иман. Сами мы захотели попасть в рай, быть верующими. Кто нам дал этот подарок? Аллах. А может Аллах забрать этот подарок? Да, уже были те люди, которые были верующими, а потом отступили от своей религии, стали неверующими. Пусть Аллах спасет от такого. Аллах субханаху алейхи наделил нас какими-то милостями, допустим, зрение. Есть люди, которые не видят, слепые? Есть. У нас, аль-хамдуля, есть зрение. Мы видим то, что происходит. Но, однако, Всевышний Аллах же ведь может забрать это зрение. Даже многие из числа ученых, любимцев Всевышнего Аллаха, Аллах их испытать тем, что у них нет зрения. Допустим, шейх ученый Алим Ибн Бас, он был слепым. Когда был молодой, видел, а затем его зрение стало ухудшаться, ухудшаться, Аллах забрал свою милость, чтобы испытать его, будет ли он терпеливым. Но, аль-хамдуля, он проявил терпение и продолжил приобретать знания, даже будучи слепым. Не мог читать Кур'ан глазами, но все равно учил. И заучил Кур'ан, заучил хадисы, постоянно преподавал, постоянно преподавал китабу таухид. Субханаллах, будучи слепым, нам Аллах дал зрение. А мы что? А потом. Я пока не хочу. Я не буду. Но почему всегда читать Кур'ан? Субханаллах! Благодаря Аллаха за его милость, что ты можешь читать, что ты слышишь, сколько людей не слышат, что ты можешь ходить, сколько людей не ходят. Ведь Аллах, субханаху атааля, может отнять эту милость. Сегодня может человек ходить, а завтра уже не может, инвалид. И другие-другие милости. Кто-то быстро запоминает, кто-то ничего запомнить не может, даже не помнит, как его звали. Аллах может забрать милости, если не благодарить его за них. Поэтому пророк салам прибегал к Аллаху и говорил, Минзавали, Нимати, я прибегаю к тебе от того, чтобы твои милости меня покинули, чтобы ушли эти милости. Я прошу у тебя помощи, чтобы такого не случилось. Вот ахаули афетик, и ухода данного тобой благополучия. Афия, которой ты меня наделил, я боюсь, что она меня покинет. И я прошу у тебя, чтобы она меня не покидала. Понимаете? Так же пророк салам сказал, И от внезапной твоей мести, что если человек согрешил, Аллах может его наказать, и от этого тоже ищем защиту. И от любого твоего гнева, от всего того, что может разгневать тебя, у Аллаха просим у тебя защиты. То, что мы сказали в этом дуа, то, что пророк салам Аллаху алейху вассалям обучил нас прибегать ко Всевышнему Аллаху правильным образом, мин тахавули афиятик. Чтобы Афия, которую мы просим по утрам и вечерам, после саляту аль-фаджар и саляту аср, чтобы она не ушла от нас, чтобы она не покинула нас, чтобы не исчезла, чтобы продолжалась, постоянно сопровождала нас. Нужно просить Аллаха, Выучим эту дуа? Да. Точно? Точно. И говорит, что значит, чтобы не ушло благополучие. Чтобы то, чем ты меня наделил с благополучием, не превратилось в беду. Чтобы вот так не случилось. Именно это и означает. В предыдущем дуа мы сказали, что важный для нас был момент что значит то есть Все, что может человека постичь из каких-то сложностей. И то, что он не может выполнить И не может отстранить Допустим, человека Может быть человек попасть в какую-то ситуацию, с которой ему нужно выйти, но он не может этого сделать. Представляете, допустим, пусть Аллах всех сохранит пожар где-то и вот он заперт в этой комнате и пытается дверь открыть, но не может. Все, обречен. То есть такое испытание, которое человек никак не может выйти из него. Просит Аллаха защиты от этого, чтобы мы не впали от сложности испытаний и тому подобных вещей, у которых на человека нет. Ему что-то случилось. Быстро нужно приехать, через час быть уже в каком-то городе, а ехать до него три часа. Он просто не может до туда доехать. Вот такое сложное испытание для него. У него совсем времени не остается, а что? А он уже должен быть там, через полчаса может быть. А ему надо ехать пять часов. Это нереально, он невозможно. И вот от такого просим защиты, чтобы не попадать в такие ситуации. Мин джахди лбаля. Аллахумма инна нау зубика мин джахди лбаля. О Аллах, мы просим у тебя защиты от джахди лбаля. От тяжелых испытаний. Понимаете? Вот эти три дуа, эти три причины, три щита, защищающие нас от всяких бед, болезней и вирусов, так? Нужно будет так же выучить. Ва субханакаллахумма бихамбик, асшаду аллахиллан, тастахфирка, ва тубилек.